23 января 1960 года. Установлен рекорд глубинного погружения на дно Марианской впадины. Человечество всегда интересовал вопрос, что находится на дне океана. Первые попытки опуститься на морское дно предпринимал ещё Александр Македонский, используя для погружения стеклянный сосуд. Водолазный костюм был придуман намного позже. В 1690 году Галей создал первый аппарат в виде колокола без дна. В такой колокол помещался только один водолаз, который получал воздух, идущий по трубам. Из водолазного оборудования нам больше всего знаком металлический шлем водолазного костюма Зибе. Начиная с 1837 года и по сей день он работает на глубинах не более 60 метров. Большой вклад в исследование мировых глубин внёс Жаки в Кусто. Совместно с Ганьяном он разработал акваланг, при погружении с которым водолаз получил свободу движений и больше возможностей для проведения наблюдений. Давление воды на больших глубинах вынудило заняться разработкой подводных аппаратов. Можно отметить попытку Бертона и Биба в районе Бермудских островов опуститься в ботисфере на глубину 425 метров в 1930 году. Рекорд глубинного погружения в батискафе Триест поставили 23 января 1960 года учёные ж. Пикар и лейтенант Уолш, спустившиеся на дно Марианской впадины. Они достигли нижайшей точки Мирового океана, так называемой «бездны Челленджера». Приборы зафиксировали. Рекордную глубину – 11 521 метр. Впоследствии цифра была скорректирована – 10 918 метров. Спуск Триеста продолжался 4 часа 48 минут, подъём – 3 часа 15 минут. На дне смельчаки пробыли около 20 минут, съев там по шоколадке, чтобы подкрепиться. Там исследователи неожиданно встретили плоских рыб размером до 30 см, похожих на камбалу.